Итак, значит, видно презентацию? Да, сейчас видно. Отлично. Продолжим наше знакомство с системой свертывания крови. Итак, на прошлой лекции мы с вами закончили разбираться с важнейшей частью системы свертывания, с плазменным звеном свертывания. И выяснили, что на самом деле плазменное звено, оно очень много чего интересного может сделать, но оно не может противостоять достаточно большим потокам. Я в прошлой лекции забыл упомянуть, и сейчас сделаю небольшое отступление. Все, что я рассказывал про активные среды нового типа, новый тип поведения динамического, который был открыт именно при исследовании свертывающей системы крови, эта работа была сделана в первую очередь усилением вот этих трех человек. Ну, во-первых, это Эммануэл Ильич Ноль, замечательный математик, к сожалению, ныне уже не с нами. Он, конечно, был математическим идеологом всей этой работы со сложной математикой. И две мои аспирантки, Вероника Замницына и Катя Лобанова. Обе они сейчас уже профессора в Америке, имеют свои лаборатории, свои направления. Но тогда эта троица сработала очень здорово. И, по сути дела, большую часть того, что мы знаем сегодня о таком типе новых сред, открыли эти люди. Ну, а дальше, все-таки, несмотря на потрясающе интересные вещи, которые обнаружились при исследованиях плазменного звена свертывания крови, в целом картина оказалась неудовлетворительной. Потому что, если посмотреть на то, а как же все-таки быть в ситуации, когда у нас кровоток бывает немедленный, как в венах и в венулах, а достаточно быстрый артериальный кровоток, то встает вопрос, а как именно он происходит. Ну, я еще раз возвращаюсь к слайду, с которого я начинал лекцию про свертывание. И хочу разобрать, какие у нас здесь есть пункты. Значит, вазоконстрикция – это сосудистый гемостаз. Это сжатие сосуда. Мы с вами видели, за это отвечает клеточная стенка, с этим более-менее разобрались. И с формированием фибринового сгустка тоже разобрались, но и поняли, что его сильно недостаточно. И, по-видимому, вот этот вот брешь в наших знаниях о том, как происходит формирование тромба, закрывают тромбоциты. Это небольшие клетки, и вот их адгезия, агрегация и все прочие свойства, по-видимому, обеспечивают достаточно высокую устойчивость к потоку, и они каким-то образом умудряются закрыть дырку, даже когда у нас течение медленно, быстро. Ну, опять-таки вопрос, могут ли они это сделать сами, нужен ли при этом тот плазменный гемостаз, который мы с вами разбирали, нужны ли эти реакции, и как они с тромбоцитами соотносятся. Вот это будет сегодня темой нашей лекции. Итак, значит, вот эти два звена, о которых я говорил, они нас приводят к тромбоцитам. И что такое тромбоциты? Тромбоциты – это самые маленькие клетки нашего организма, которые имеют размер примерно 2-3 микрона. они в покоящемся состоянии имеют вид таких дисков сплющенных шариков, немножко похожих на эритроциты, но гораздо проще. У них нет никакой двояковогнутости, это просто такой эллиптический объект. Эти клетки способны агрегировать, образуя сгустки. Вот здесь вот показаны эти агрегаты, это в электронной микроскопии. Эти агрегаты имеют неправильную форму, эти клетки как-то между собой слипаются. Так что, вообще говоря, трудно разобрать, где тут отдельная клетка. Но в целом, всё-таки, на верхнем сгустке можно увидеть такие небольшие округлые образования, которые и представляют из себя тромбоциты. Но вообще говоря, узнать тромбоцит в тромбе, отдельный, индивидуальный тромбоцит, становится очень трудно. Мы с вами дальше увидим, в чём дело. И ещё одна особенность – это тромб насквозь пронизан фибриновыми нитями. То есть, взаимодействие этих клеток идёт параллельно с образованием фибриновых нитей. И, по-видимому, эти два процесса между собой довольно сильно связаны. Ну и вот ответ на первый вопрос, касающийся тромбоцитарного звена, а зачем вообще нужны тромбоциты, мы с вами уже получили, изучая плазменное звено. А затем, что противостоять потоку никакие реакции, проникающие в плазме крови, не способны. Даже несмотря на фантастически большие обратные связи, на фантастические порядки, 4-5 порядков увеличения скорости реакции в положительных обратных связях, даже этого не хватает, чтобы противостоять тем потокам, которые имеют место в организме. Ну, хорошо. А может быть, тромбоциты могут решить эту проблему, хотя не очень понятно, как, почему молекулы маленькие, которые растворены в плазме, не могут её решить, а большие могут решить. Ну, вот для того, чтобы понять, какие особенности больших объектов, вообще говоря, могут решать эту проблему, мы попробуем разбить проблему на какие-то отдельные вопросы и попробуем, получив ответ на каждый из этих вопросов, если удастся, попробуем представить себе общую картину этого процесса и механизмы, которые, собственно, и обеспечивают устойчивость против большой скорости потока. Ну, первый вопрос такой, как тромбоцит попадёт в место повреждения. Допустим, что там, в месте повреждения, происходит много разных сигналов, которые говорят тромбоциту, что да, здесь повреждено, здесь надо ремонтировать. Но для того, чтобы тромбоцит попал в это место, ему нужно туда добраться. В чём проблема? Проблема в том, что поток у нас ламинарный. Это значит, что линии тока идут, не перемешиваясь, не пересекаясь, и если даже линия тока находится на расстоянии какой-нибудь всего 1 микрон от стенки, при диаметре сосуда 50 микрон, то частица, которая летит в этой трубке тока, она на стенку никогда не попадёт, она на стенки не коснётся. Единственный способ, с помощью которого она может переходить из одной трубки тока в другую в ламинарном потоке, то есть поперечное движение в ламинарном потоке может обеспечить только диффузию. А с диффузией у нас плохо. С диффузией, чем больше объект, тем хуже он диффундирует, как понятно, и тогда получается, что лучше всего диффундирует белки системы плазменного звена. А тромбоциты-то вообще практически неподвижны, но с точки зрения диффузии. И поэтому есть проблема, как вообще тромбоциты могут добраться до повреждённого места, при том, что потоком их несёт вдоль. Ну, вот давайте посмотрим сначала на то, как вообще происходит этот процесс. Может, это нам поможет понять, каковы механизмы и как вообще там всё это происходит. Значит, в этом фильме кровь окрашена тремя красителями. Ну, во-первых, подкрашен альбумин, белок плазмы, для того, чтобы мы видели, где течёт кровь. Во-вторых, использованы две метки, одна из которых показывает, где находятся тромбоциты. Это красные, то есть тромбоциты будут хорошо видны вот таким вот розово-сиреневым цветом. А другая – это П-селектин. Это вещество, которое находится внутри тромбоцита и экспрессируется на поверхности тромбоцита при активации. То есть это как бы активированные тромбоциты. Ну, а если все три цвета присутствуют где-то, то это место, где всё разом произошло, где тромбоциты присоединились, где они активировались и прочее. Почему можно думать, что окраска тромбоцитов, всех тромбоцитов в кровотоке может нам показать, а где, собственно, растет тромб. Дело в том, что концентрация тромбоцитов на многие порядки, на два примерно порядка, меньше, чем концентрация эритроцитов и тромбоцитов в крови мало. И поэтому кровь, цельная кровь при покраске на тромбоциты светится довольно слабенько. И тромбоциты особо не видны. Но когда они начинают агрегировать, если они слепаются между собой, и в основном только они там и есть, то тогда, естественно, что у нас это место будет светиться гораздо ярче, показывая, что там концентрация клеток резко возросла. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот слева у нас, мы уже с вами этот фильм видели, слева у нас повреждения, сделанные лазером, справа была проколота дырочка. Ну, сейчас нас изменения размеров сосуда не волнуют, но мы видим, что в месте повреждения, где лазер был, начинают прилипать тромбоциты. Сначала образуя такую довольно крупную шапку. И при этом большая часть их не активирована. Активированными становится только небольшая часть. Вот мы здесь на этой реконструкции видим. Вот она, та часть, которая активировалась, и вот другая большая часть, которая не активировалась. И главная особенность этого состоит в том, что тромбоциты, которые не активировались, они, в общем, вроде прилипли, но ненадолго. И через некоторое время куда-то отползают, перемещаются друг по другу, вообще отрываются и улетают. Ну и на самом деле спустя какое-то время на месте повреждения остается только небольшой участочек. Вот зеленый этот участок. Это единственное, что останется после общего процесса. Итак, процесс выглядит так, что в месте повреждения сначала тромбоциты как-то туда попадают, как-то цепляются, но цепляются не на постоянно. Они подвижны, они продолжают двигаться друг по другу или по стенке и куда-то уползают. И в процессе этого ползания происходит активация этих клеток, и эта активация уже приводит к более прочному образованию. А большая часть того агрегата, который собрался в процессе образования тромба, рассыпается и уходит. Ну, с физиологической точки зрения очень выгодный механизм. Мы прикрыли место повреждения в самом начале, чтобы уменьшить кровопотерю. А потом оставили там только небольшую плотную затычку, а большую часть того, что прикрывало это место, временно убрали оттуда. Вот организм так это здорово умеет делать. Наша задача попытаться понять, как это все происходит. Ну, для начала попробуем понять, как происходит попадание тромбоцитов вместо повреждения. В этом большую роль играют эритроциты. Их очень много крови, примерно половина объема крови занимает большие здоровые клетки эритроциты. И когда кровь движется по сосуду, из-за того, что это у нас ламинарный поток, в разных местах по радиусу сосуда у нас скорость течения разная. И поэтому большие клетки, такие как эритроциты, оказываются уже достаточно большими, чтобы почувствовать то, что поток ближе к оси, более быстрый, чем дальше от оси. И поэтому как бы одна часть эритроцита движется чуть быстрее, чем его другая часть. Но пытается, по крайней мере, двигаться. Понятно, что это приводит к вращательным движениям, а не к тому, что эритроцит разрывается на части и движется с разными скоростями. Эти эритроциты, кувыркаясь в потоке, естественно, сталкиваются с другими клетками, которые тоже текут где-то поблизости, в частности с тромбоцитами. И поскольку тромбоциты маленькие, то такое столкновение, когда эти две клетки приходят в касание, оно, естественно, неупругое столкновение, они не разлетаются, как бильярдные шары. Но при этом все-таки вращение эритроцита приводит к тому, что тромбоцит немножко смещается поперек потока. Он смещается в линию тока, которая дальше от оси. И течение крови приводит к тому, что происходит такое образование, то, что называется поршнеобразное течение крови. Эритроциты собираются в основном в центральной части сосуда, а на периферии эритроцитов мало. Там плазма, там тромбоциты, там другие клетки крови. И самое главное для нас это то, что это приводит к тому, что тромбоциты диффундируют по кровотоку. И больше того, имеют предпочтение в этой диффузии, направленное к стенкам. То есть это не просто равномерное перемешивание, а это обогащение пристеночного слоя тромбоцитами. Ну, еще и просто поперечные движения. И поэтому на самом деле диффузионные движения тромбоцитов в кровотоке оказываются даже большими, чем диффузионные движения малых молекул. Но именно благодаря кровотоку. И этот эффект гораздо более сильно выражен, понятное дело, в тех сосудах, в которых скорость течения большая. Там, где кровь еле-еле движется, то там, естественно, и такого обогащения особенно не должно быть. Ну, если только оно не произошло раньше, где-то там, где кровь текла быстро, а потом пришло сюда уже таким неперемешанным слоем. Это обеспечивает процесс попадания тромбоцитов вместо повреждения. Ну, а дальше встает следующая проблема. И тромбоцит движется со скоростью кровотока. Скорость кровотока очень большая. Тысяча обратных секунд. Ну, например, это некая ниже среднего скорости. Бывают в местах повреждений градиенты скорости, составляющие не тысячи обратных секунд, а достигающие десяти тысяч обратных секунд. Но в среднем в кровотоке, вот в артериальном кровотоке, скорость движения тромбоцитов, ну и вообще не скорость движения, а градиент скорости от стены, близи стенки сосуда, там, где движутся тромбоциты, он порядка тысячи-двух тысяч обратных секунд. Много это или мало, мы сейчас посмотрим. Значит, если мы посмотрим на тромбоцит, который движется прямо при пристеночном слое, близи стенки, при скорости сдвига порядка тысячи обратных секунд, при размерах тромбоцита, который мы знаем, порядка двух-трех нанометров, то оказывается, что на тромбоцит в среднем действует сила порядка пятидесяти пика ньютонов, пятидесяти нано ньютонов. Это очень большая сила. И если говорить о силах, которые развиваются на уровне одиночных молекул, то это силы порядка, для того, чтобы разорвать одну химическую связь из тех, которые работают в этой системе, нужны силы порядка ста пика ньютонов, а здесь пятьдесят нано ньютонов. Кстати, это написано как-то очень странно. Похоже на пика ньютон, на самом деле, надо писать английским, это пятьдесят нано ньютонов. Извините за эту неточность. И пятьдесят нано ньютонов соответствует тому, что, ну, в общем-то, порядка пятисот связей нужно образовать между клеткой и стенкой для того, чтобы удержать эту клетку на стенке. Потому что вот этот вот самый градиент скорости, который существует, создает такие большие силы. Вот. Но одновременно образовать пятьсот связей, конечно, невозможно, поэтому нужны какие-то механизмы торможения. Сначала надо попытаться притормозить тромбоцит, потому что если мы посчитаем, на какое расстояние уйдет тромбоцит, ну вот здесь тау, допустим, время, которое нужно тромбоциту для того, чтобы там произошли какие-то химические реакции, и этот тромбоцит активировался, создал какие-то связи, которые будут крепко держаться за все остальное, то при диаметре тромбоцита, том, о котором я сказал, то есть радиус у него порядка одного нанометра, и градиент скорости тысячи обратных секунд, это гамма, то соответственно за секунду такая частичка пройдет расстояние порядка 10 миллиметров. По сравнению с диаметром в 2 микрона, это на 3 порядка больше, то есть эта частица несет относительно стенки с очень большой скоростью, и зацепиться за стенку в это время, и образовать там одновременно 500 связей, такая клеточка не может. А почему, собственно, одна секунда? Может быть, на тромбоцитах уже все, что надо, есть, и он может образовывать связи со временами характерными просто для белок-белковых взаимодействий, а это вообще говоря скорости намного больше, можно, в принципе, молекулы между собой сталкиваются, но свободно в растворе аж до 10 восьмой раз в секунду белки. Ну, здесь целая клетка, белки друг относительно друга не очень двигаются, но все равно это могут быть миллисекунды, по крайней мере, или даже быстрее. Откуда берется секунда? Но дело в том, что проблема у нас состоит в том, что если мы сделаем тромбоцит, если бы природа сделала тромбоциты, на которых сразу находятся очень липучие молекулы, молекулы, которые способны цепляться там за что-то, друг за друга, еще за что-то, с такой большой эффективностью, то у нас не было бы просто тромбоцитов, плавающих в крови. У нас бы все тромбоциты слиплись, образовали бы агрегат и где-нибудь застряли. Поэтому тромбоцит вынужденным образом должен иметь минимум два состояния. Состояние неактивированное, когда он не липучий, не активный, не способен к адгезии и всему прочему. Он же не прилипает к стенкам, сосудам. Он прилипает только в месте повреждения. И для того, чтобы как следует в этом месте прилипнуть, ему нужно время. И вот эти вот времена, времена срабатывания всех этих сигнальных путей, они составляют секунды. Ну, может быть, какие-то небольшие доли секунды, но, в общем-то, это ближе к секунде, чем к 10 минус 3 секунды. А здесь нам не хватает аж 4 порядков, чтобы успеть медленно и спокойненько по стеночке двигаться. И поэтому природа придумала механизм торможения тромбоцитов. Очень интересный и симпатичный механизм, который состоит в следующем. Если мы посмотрим на то, как устроена стенка сосуда, мы с вами уже разбирали разного типа сосудов и пришли к выводу, что главным для свертывающей системы является эндотелий сосудов, вот этот вот монослой клеток, который находится внутри. И этот монослой клеток не активен с точки зрения свертывания. Мы видели, что он не активен с точки зрения плазменного звена, не дает активироваться каскадом ферментативных реакций, но он же и не активен с точки зрения активации тромбоцитов. На нем нет молекул, за которые тромбоциты могли бы зацепиться. А вот если где-то эндотелий сосудов слетает, то в любом месте этой сосудистой стенки, которая довольно сложно устроена, внеклеточный белок, который связывает клетки между собой, заполняет внеклеточное пространство. Этих белков несколько, довольно большое семейство, но одно главное белок, который составляет основную массу этого слоя, это коллаген. Коллагены бывают разных типов, разных сосудах, они немножко разные, они очень сильно пронизывают всю стенку сосуда, они везде есть, и поэтому как только эндотелий улетает, в эндотелии коллагена нет. но как только где-то происходит сплощивание коллагена, эндотелия, коллаген немедленно оказывается в контакте с кровью, и тромбоциты на своей поверхности имеют уже готовые рецепторы, которые способны связываться с коллагеном. Но вы мне скажете, я только что говорил, что на тромбоците не должно быть никаких рецепторов, которые позволяют ему тромбоциту цепляться за стенку и за все прочее. Но совсем никаких быть не может, потому что надо хоть как-то же зацепиться. Поэтому идеология та же, что и в плазменном звене. Сделать изоляцию. Какие-то рецепторы на поверхности тромбоцита есть, которые могут за что-то зацепиться. Но нет того, за что они могут зацепиться. Вот это и есть пара коллаген и некие рецепторы к коллагену, о которых мы будем еще много говорить, которые есть на поверхности тромбоцитов сразу. И наличие этих рецепторов и контакт с коллагеном приводят к тому, что тромбоцит может зацепиться за коллаген. Но при этом оказывается, что если молекула, которой тромбоцит цепляется за коллаген, будет просто достаточно обычным белком с обычными связями, то 50 наноньютонов эту связь тут же разорвут. И поэтому зацепиться тромбоциту за коллаген, даже несмотря на то, что у него есть целых два типа рецепторов, которые способны это сделать, не удастся. Поэтому исходный неактивный тромбоцит, который имеет на своей поверхности два типа рецепторов, это GP1B, это вообще говоря, ужасная терминология, обозначающая рецепторы тромбоцитов. Вот вы здесь видите 1B β3 α2 β1 GP1B, ну, то есть такая мешанина букв и цифр, и тут тебе и греческий алфавит, и латинский алфавит, это сумасшедший дом. И даже латинские цифры GP6, например. Ну, тем не менее, не нам с вами эту терминологию переделывать, придется пользоваться той, которая есть. Одно радует вам, не надо это все запоминать. И вот всех рецепторов, которые есть в неактивированном тромбоците, в тромбоците, которые просто нормально циркулируют в кровотоке. Среди множества рецепторов на его поверхности есть два, это вот GP1B и GP6, которые способны цепляться за коллаген. И главным здесь является белок GP1B, который сам по себе с коллагеном вообще не связывается. Такая удивительная вещь. Есть еще отдельный белочек-посредник, он называется фактор фон Виллибранта или VWF. Вот этот самый VWF или фактор фон Виллибранта является тем самым амортизатором, который притормаживает тромбоциты и который помогает преодолеть вот эту мощную несуразицу, бешеные силы, которые возникают при торможении. Давайте посмотрим, как это происходит в ситуации, когда в крови есть ну, когда просто в эксперименте, не в эксперименте, а просто мы внимательно смотрим, как тромбоциты движутся в потоке. Вот это вот движение, но я сейчас другой фильм еще покажу. Было видно, что тромбоциты время от времени зацепляются за поверхность, а потом немножечко сдвигаются и потом снова движутся. Вот сейчас видно, вот видите, вот прилип тромбоцит, чуть-чуть сдвинулся, прокатился немножко, чуть-чуть сдвинулся, а если посмотреть, то там скорость течения такая, что мы не видим тромбоциты, которые не останавливаются. И такое же цепление мы видим и в кровотоке. Вот здесь вот хорошо видно, как течет кровь, и в этом месте образуется тромб, в месте поворота, и вот эти вот маленькие эллиптические клеточки, это и есть тромбоциты. И видно, что они зацепляются, перекатываются друг по другу, некоторое время сидят зацепившись и отрываются, уходят. Не все, какая-то часть остается. Во всяком случае, вот это торможение, которое мы здесь видим, и вот это вот все ползание, оно резко увеличивает время нахождения отдельных тромбоцитов в область тромба. вот отдельно эксперимент, где инвитро тромбоциты движутся вдоль поверхности, на которой, стеклянной поверхности, в которой они, вообще говоря, не цепляются совсем. Но если есть фактор конвилибранта, то мы видим, что картина совсем сильно меняется. Вот это маленькие вот эти кружочки, маленькие шарики, это и есть тромбоцит. И вот эти вот большие округлые объекты, которые первые бросаются в глаза, это пузыри, поэтому на них не обращайте внимания, а смотрим только на маленькие кружочки и видим, как они катятся. Вы видите вот длинные струи, которые пролетают вот там прямо горизонтальные темные линии, это тоже тромбоциты, которые движутся вдоль потока со скоростью потока. Мы их не видим. Мы видим только те, которые успевают зацепиться за поверхность и по ней проползти. То есть наличие фактора фон вилебранта умудряется не совсем остановить тромбоцит, но все-таки замедлить его во многие сотни раз. И именно фактор фон вилебранта для этого важен, потому что если в этом эксперименте нет фактора фон вилебранта, то ничего этого не наблюдается. Просто тромбоциты летят и летят не взаимодействуя с поверхностью. Ну а в чем собственно говоря, идея того, что фактор фон вилебранта может тормозить тромбоциты в структуре самого этого белка. Значит, этот белочек имеет на своей поверхности некоторые сайты, с помощью которых он может сцепляться и за тромбоцит, и за поверхность, за коллаген в первую очередь. Вот два типа доменов А1 и А3 они обеспечивают взаимодействие один из доменов обеспечивает зацепление за этот самый GP1B альфа, а другой за коллаген. И вот если мы посмотрим на структуру этого самого белка, то мы видим, что в этой молекуле есть эти самые домены и молекула устроена следующим образом. Вот есть домен показанный здесь сиреневым это домен, который цепляется за коллаген, так сказать, А3 домен. Есть домен, который соединяет между собой домен, цепляющийся за коллаген с доменом, который взаимодействует с GP1B, это зеленый. И вот этот средний домен, его особенность состоит в том, что он может менять свою конформацию под действием потока, под действием сил, вот этих громадных сил, которые действуют на молекулу, вот эта вот средняя часть, этот домен А2 может растягиваться. Вот в неподвижной молекуле, это левая верхняя картинка, то, что я сейчас показываю, все домены компактно сложены вместе, этот домен А2, он так бы собран в такой комок, и для того, чтобы этот комок распрямить, а он может распрямиться и превратиться в длинную такую цепочку, нужно приложить очень приличные силы, в десятки наноньютонов, и это, собственно говоря, и происходит в потоке, если у нас есть фактор фон Виллибранта и есть коллаген, то фактор фон Виллибранта цепляется за коллаген одним концом, одним доменом, а другим цепляет пролетающие мимо тромбоциты и при этом не отрывается из-за того, что на тромбоцит действует гигантская сила, а эта сила начинает растягивать молекулу фактора фон Виллибранта, распрямляя ее, и пока происходит это разматывание этой пружины существующей в виде такого клубка, пока этот переход клубок спираль происходит, естественно, происходит погашение скорости движения тромбоцита, и тромбоцит замедляется. потом он все-таки может оторваться с большой вероятностью от этой молекулы коллагена, но уже скорость у него будет существенно меньше, он притормозился, и он соцепится за другую молекулу, за третью, и мы видим, как эти тромбоциты, существенно замедлившись, катятся по поверхности, на которой есть фактор фон Виллибранта. Ну а есть ли фактор фон Виллибранта там, где есть коллаген? Нет, его там нет. Фактор фон Виллибранта плавает в крови, так же, как и все остальные факторы свертывающей системы, и начинает цепляться за коллаген только тогда, когда коллаген контактирует с кровью. Но поскольку это маленькая молекула, на нее сдвиговые силы действуют очень маленькие, особенно когда она компактная, вот такая свернутая в клубок, то она довольно легко зацепляется за коллаген и готова служить этой такой тормозной пружиной для тромбоцитов. Но рецепторы, которые при этом взаимодействуют, домен А3, который взаимодействует с коллагеном и рецептор А1, который взаимодействует с GP1B, они не просто обеспечивают торможение тромбоцита, но еще и при этом вот эти силы, действующие на GP1B, приводят к тому, что GPIB выступает вроде сигнала. это сигнал внутрь клетки, который приводит к активации этих клеток. Что такое активация и что там при этом происходит, мы с вами еще будем долго говорить, но вот мы здесь видим ту самую сигнализацию, о которой мы так долго говорили в предыдущем разделе. Эта клетка начинена кучей разных сигнальных путей и сигнальных рецепторов. вот тех самых типов, о которых мы говорили и мы об этом будем еще отдельно говорить, а пока вернемся к фактору фон Виллибранта. То, что я рассказал про фактор фон Виллибранта, это далеко не все. Если бы молекула фактора фон Виллибранта состояла только из вот этих трех доминов, относительно небольших, с вот этой цепочкой, которая может растягиваться. Здесь это показано немножко по-другому. Здесь мы видим, что домены А1, А2, А3 находятся вот в какой-то одной части, потом есть домен Д4, потом еще целый ряд других доменов, и опять идет вот эта группа доменов А1, А2, А3. структура фактора фон Виллибранта периодическая, то есть в ней один и тот же мотив, вот то, что я показывал вот здесь, вот это маленькая часть этой молекулы. На самом деле вот эти кусочки через еще какую-то цепочку связи образуют множество, ну, образуют полимер, в котором вот этих вот клубков много. И молекулярная масса примерно каждого домена порядка 100 тысяч, то есть все вместе это 300 тысяч, а суммарная масса факторов фон Виллибранта достигает десятков миллионов. То есть многие десятки таких вот клубков образуют длинную цепочку, на которой тромбоцит может зацепиться практически в любом месте, не только за конец какой-то один, а практически в любом. И из-за того, что это длинная цепочка и этих агрегатов много, вытягивание может быть на очень большие расстояния, не только на размер этого одного домена, а на сотни таких доменов. и поэтому эта молекула работает тормозом в течение достаточно длинного времени и на большом достаточно расстоянии, на расстояниях в десятки раз превышающих размеры одной субъединицы этого полимерного белка. И вот здесь вот это и показано, как он этот белочек может из компактной формы растягиваться в длиннющую структуру. Ну и в этой молекуле она сложным образом устроена, она такая полимерная, в ней помимо вот этих доменов, которые обеспечивают взаимодействие А1 и А3 и А2, которые служат пружинкой, есть еще другие домены, которые обеспечивают полимеризацию и которые обеспечивают еще одну вещь. Эта длиннющая молекула может расщепляться специальной протеазой, которая называется АДАМТ-13. Этот самый АДАМТ-13 белочек, который присутствует в крови, в разных местах сгустка, его может быть больше, где-то меньше, он тоже обладает сродством к фактору фон Виллибранта, и он может его расщеплять, поэтому длина молекулы фактора фон Виллибранта довольно разная, и она зависит от состояния крови. Но тем не менее мы не будем в эти тонкости погружаться, потому что самое главное все равно остается. Это тот факт, что множество доменов присутствует, длина может варьировать, но не настолько, чтобы осталась всего одна такая глобулка. Глобулок всегда много, их больше или меньше, и это в зависимости от этого торможения больше или меньше, но оно всегда есть. Немножечко, буквально очень коротенько о том, как делается эта молекула. Это довольно сложный процесс, значит, эти молекулы синтезируются в печени, как и большинство белков, имеющих отношение к свертывающей системе, и на рибосомах синтезируются естественно только мономер, то есть один такой клубочек, который имеет все нужные домены, но он еще не полимеризован. И этот синтез, как большинство секретируемых белков, рибосомы ведут на поверхности эндоплазматического ретикулума, и синтезируемая молекула выбрасывается не в цитоплазму, а внутрь эндоплазматического ретикулума, где есть ферменты, которые демеризуют эти молекулы, соединяют их попарно. И из эндоплазматического ретикулума эти молекулы потом переносятся некими специальными визикулами в аппарат Гольджа. В аппарате Гольджа эти демеры сшиваются дальше в мультимеры, и там получается длинное распределение показано на рисунке С. Сложный набор этих самых полимеров разной длины, и в аппарате Гольджа формируется визикулка, которая сливается с клеточной мембраны и выбрасывается наружу вместе со своим содержимым. А содержимое это как раз полимеры этого самого фактора фон Виллибранта, и это Адамс 13, фермент, который может и разрезать эти молекулы сразу. То есть такая адская смесь, которая может иметь разную длину, может быть полимерная, может быть и несколько порезанная. Это обеспечивает гетерогенность факторов крови. Наверное, это полезно для торможения, но никто толком не знает, а зачем нужна такая гетерогенность. Ну, хорошо. Значит, не будем больше погружаться в детали работы факторов фон Виллибранта. основные вещи, связанные с этим фактором, мы осознали. И мы видим, что природа придумала замечательный тормоз, наподобие того тормоза, которым тормозятся истребители, совершающие посадку на авианосце. Там расстояния вынуждены небольшие, и тормозиться надо искусственно. И там есть такой большой крюк, который цепляется за вытягивающуюся пружину, сильно растягивающуюся. И вот очень похоже на то, что делает фактор фон Виллибранта. Тоже длинная, сильно растягивающаяся пружина, которая исходно собрана в таком компактном виде, может зацепиться за тромбоцит и притормозить его. Ну, а что дальше находится? А дальше опять проблема. Мы зацепили тромбоциты за коллаген. И это можно сделать только в одном единственном слое. Образовался монослой тромбоцитов на поверхности коллагена. Это недостаточно. Тромб должен быть достаточно большим. мы видели с вами в этих фильмах, которые показывают структуру тромба, насколько много слоев там может образоваться. И сначала там вообще образуются агрегаты, в которых многие десятки, если не сотни слоев тромбоцитов. А потом они, конечно, рассыпаются, но все равно поначалу-то они должны друг за друга цепляться. Хотя бы второй слой надо сформировать. Но давайте посмотрим, как формируется второй слой. Потому что если мы тромбоцитами закрыли область повреждения, то есть везде, где есть коллаген, везде налипли тромбоциты, и это тромбоциты, как мы видели, еще не активированы, то есть к ним нормальные другие тромбоциты цепляться не должны. И коллагена тоже нет. И тогда возникает проблема. Ну, а как же быть дальше? И если мы эту проблему решим, то немедленно возникнет другая проблема, а как потом все это остановить? До этого мы еще дойдем. Итак, как мы знаем, тромбоцит за время активации может пролететь аж 10 миллиметров, но все-таки есть некое время, через которое он становится липучим. И вот давайте посмотрим, что при этом происходит. Вот в этом мультипликационном фильме показано, как тромбоциты уже выдавлены на периферию и катятся вдоль стенки, время от времени с ней сталкиваются. И вот внутри плавают такие вот они видны желтые такие клубочки. Это фактор фон Виллибранта. И вот в каком-то месте эндотелий сосуда вот здесь внизу был поврежден. Здесь открылся контакт с коллагеном и фактор фон Виллибранта может зацепиться за этот самый коллаген. Вот мы сейчас посмотрим как это происходит. Зацепление факторов фон Виллибранта и растягивание его в потоке ну оно немножечко условное так сказать не совсем это так происходит в основном растягивание происходит после взаимодействия с тромбоцитами но тем не менее картина в целом правильная потому что домены А3 все зацепились ну все или многие зацепились за коллаген и выставили наверх множество доменов А1 здесь не показано как эта молекула растягивается на самом деле она растягивается из-за из-за домена А1 тромбоцит вот он таким желтым зверем показан сидящими на поверхности голубыми рецепторами к фактору фон Виллибранта вот прилетел этот самый тромбоцит зацепился остался там и вот этот GP1B выдал внутрь сигнал который активирует эти самые тромбоциты и при этой активации выбрасывается в том числе и новые порции факторов фон Виллибранта которые есть в тромбоцитах и он там был синтезирован до рождения тромбоцитов и параллельно с этим идет присоединение все новых и новых тромбоцитов которые закрывают весь этот слой повреждения всю эту зону повреждения они закрывают но фактор фон Виллибранта может продолжать цепляться за тромбоцитами правда у него ведь на тромбоците остались неиспользованные рецепторы которые способны зацепиться за домен А1 и теперь получается обратная картина если на поверхности коллагена все сплошь было покрыто доменами А3 то теперь у нас картина другая у нас наверху появились домены А1 а эти домены сами по себе не могут взаимодействовать с другими тромбоцитами но здесь в игру вступает белок из плазменного звена это фибриноген он для него есть рецептор соответствующий на поверхности тромбоцитов и эти фибриногеновые рецепторы связывают друг с другом другие тромбоциты тромбоциты второго слоя ну а дальше все уже идет так же как и было когда мы создали механизм не мы точнее а природа когда природа создала механизм который позволяет получить второй слой то ничто не мешает всей этой системе продолжать цепляться и дальше и тромб нарастает и получается что для того чтобы тромб образовался нужен фактор фон Виллебранта и нужен фибриноген и картинки которые мы с вами здесь рассматриваем они все на самом деле враные вот здесь вот появилась только первая картинка мы видим что этот сгусток весь в конце концов оказался пронизан молекулами фибрина где значит это значит что внутри этого сгустка шла шли реакции образования активных факторов свертывания но и действительно почему нет у нас здесь там где коллаген там же находятся и клетки на которых находятся тканевой фактор мощный активатор плазменного звена свертывания а как только тромбоциты налипли и закрыли зону повреждения они не образуют сплошной слой это все-таки большие клетки между ними довольно полно пространства заполненного плазмой но там потопа нет или практически нет скорость течения жидкости сквозь фибриновый сквозь тромбиновый агрегат на порядке меньше а раз так то там ничего не смывается образующиеся активные факторы диффундируют между тромбоцитами взаимодействуют друг с другом и там идет мощнейшее образование тромбина эфибрина и этот процесс идет параллельно с прилипанием тромбоцитов и при этом как мы видим мы столкнулись с той же проблемой с которой мы столкнулись в плазменном звене проблемы остановки кто остановит этот процесс эфибрин может образовываться достаточно в больших количествах везде где есть для этого активные факторы и главное что мы не видим никаких механизмов которые остановят прилипание все новых и новых тромбоцитов и если для плазменного звена мы видели что оказывается там структура такая что она это плазменное звено само по себе может остановиться там автоволна которая сама может останавливаться то здесь вроде пока не видно какого-то механизма который бы прекратил который бы убрал возможность коллагену связываться с поверхностью тромбоцитов и с фактором фон виллибранта и вообще этот процесс бы остановил но мы до этого еще дойдем а пока попробуем посмотреть что же происходит дальше итак возвращаемся к той картинке которая уже у нас была зацепились за фактор фон виллибранта с помощью gp1b и это позволило еще одному рецептору поверхности тромбоцита gp6 связаться с коллагеном напрямую когда скорость достаточно маленькая этот gp6 может образовать связь с коллагеном что во-первых укрепляет положение тромбоцита а во-вторых приводит к активации еще одной активации в результате сигнализации которые идут от gp1b и gp6 некоторые рецепторы на поверхности тромбоцитов активируются и переходят в активную форму эти рецепторы они ну как бы такие же интегральные мембранные белки как все остальные но это особый класс рецепторов это интегрины мы уже с вами видели интегрины видели как они активируются здорово мы сейчас еще немножко об этом поговорим но самое главное то что это молекулы которые образуют прочные связи между между собой интегрины хорошо взаимодействуют друг с другом связывая клетки прочно и как только на поверхности тромбоцитов появляются активные интегрины появляются очень прочные связи вот этот самый альфа-2 бета-1 интегрин после активации способен связываться с коллагеном связываться с другими тромбоцитами и происходит стабильная адгезия вместо временного прицепления тромбоцита происходит его стабилизация и он становится уже намертво связанным с поверхностью тромбоцита при этом он активируется мы дойдем до этого и увидим какое безумное количество процессов там внутри запускается и куча всяких реакций которые все это могут усиливать и таким образом происходит образование уже плотного агрегата который полностью закрывает зону повреждения и это тромбоциты проклеенные насквозь полимерами фибрина как выглядят эти рецепторы это очень разнообразное семейство молекул которые имеют сходство с многими разными другими молекулами в частности многие эти самые интегрины обладают сходством с иммуноглобулинами в общем здесь большая биохимия о которой мы с вами говорить не будем но важно то что эти молекулы являются структурами которые плотно связаны с мембраной тромбоцита и более того этого недостаточно при тех силах которые действуют на эти молекулы просто интегральный белок мембраны легко может быть выдран из мембраны с кусочком липида небольшим пузырьком липидов если эта молекула не зацеплена внутри за цитоскелет за внутренний цитоскелет клетки и для этого у молекулы у молекулы интегрина есть внутренняя часть довольно большая которая взаимодействует с целым рядом других белков филамин среди них один из главных которые образуют внутреннюю структуру связывающую эти молекулы прочно с элементами внутреннего скелета этой клетки мы сейчас до него дойдем вот итак мы потихоньку разбираясь в этом деле пришли к вопросу о том что такое активация тромбоцитов что есть некий процесс который меняет свойства тромбоцита и он должен быть потому что иначе нельзя совместить между собой два разных состояния в одном состоянии тромбоцит должен быть не липучим не прилипать ни к стенкам ни друг к другу не образовывать агрегаты и это не активированный тромбоцит а при взаимодействии тромбоцитов с повреждением с местом повреждения происходит его активация и эта активация очень сильно меняет свойства тромбоцита вот здесь перечислены все особенности которые при этом происходят именно меняется форма тромбоцита меняются его адгезионные способности если на нем были рецепторы которые вот gp1b например или gp6 которые могли цепляться за коллаген то их было мало и они как бы ни за что другое цепляться не могли но после активации на тромбоците появляются рецепторы которые могут цепляться друг за друга которые могут образовать агрегаты и в общем он становится гораздо более адгезивным и склонным к агрегации поэтому происходит прилипание и происходит агрегация образования камка тромбоцитов в области повреждения и эти процессы сопровождаются внутриклеточными процессами сигнализации которые приводят к тому что в частности к тому что тромбоцит выбрасывает на своей поверхности молекулы какие-то которые до того может быть и были на поверхности но были неактивны это вот эти самые интегрины они активируются изнутри клетки и становятся способными связываться снаружи приводить к агрегации но помимо этого еще клетка выбрасывает разные другие молекулы которые влияют как-то на какие-то процессы которые там происходят непонятно зачем но при этом поверхность клетки меняется очень сильно на поверхности экспрессируются белки и больше того сама мембрана в принципе может тоже меняться состав мембраны может меняться в первую очередь на поверхности может появляться фосфатидилсирин фосфолипид который абсолютно нужен для активации каскадов свертывания то что я говорил что все эти плазменные реакции свертывания происходят на фосфолипидных поверхностях вот одна из особенностей этих фосфолипидных поверхностей была в том что эти фосфолипидные поверхности обязательно должны в себе содержать фосфатидилсирин его так в обычном состоянии практически на всех клетках нету но он есть внутри клеток и в принципе любая клетка может выдать наружу фосфатидилсирин и он-то и нужен для того чтобы мог образовываться фибрин тромбин и все прочее то что с этим связано это тоже происходит в процессе активации ну и наконец сами тромбоциты в процессе активации начинают образовывать какие-то пузырьки и у них внутри есть какие-то гранулки в общем короче они начинают образовывать пузырьки и эти пузырьки отрываются от клеток и выходят в свободное плавание сами по себе вот это такой огромный спектр разных вещей которые происходят с тромбоцитом он своими разными частями по-видимому полезен для процесса формирования нормального полноценного тромба но какие части куда относятся какие где и какую роль играют это мы еще пока не разобрали больше того я могу сказать и не разберем потому что в этой области пока еще существует множество вопросов на которые ответов нет но мы хотя бы разберемся с теми вопросами на которые ответы уже сегодня существуют итак начнем по порядку активация тромбоцитов что это такое внешне внешне это выглядит в первую очередь как изменение формы и это изменение формы фантастически сильное я больше не знаю таких клеток которые бы так сильно меняли свою форму при активации из вот этих вот таких лепешечек таких дисков слабо искаженных измененных по форме тромбоцит превращается быстро за секунды превращается в такую глобулярную клетку из которой торчит множество разных выступов это всякие псевдоподии ламелоподии филоподии то есть выпячивания мембраны клеток эти выпячивания резко меняют эту форму и резко увеличивают поверхность взаимодействия разных клеток друг с другом что очень полезно поскольку на них находятся эти самые интегрины интегрины активированы и клеткам хорошо бы друг с другом слипнутся но понятно что вот такой вот агрегат с множеством отростков торчащих в разные стороны пронизывающих как бы все пространство намного может быть намного более прочной структурой чем множество слившихся между собой дисков и так оно и происходит и это вот одна из важнейших частей процесса активации тромбоцитов это изменение форм если посмотреть как это происходит каким образом тромбоцит может так сильно изменить свою форму то мы увидим если мы посмотрим как устроен цитоскелет тромбоцита то мембранный цитоскелет тромбоцита мало отличается от цитоскелета эритроцитов он тоже состоит в основном из спектрина и белков которые обеспечивают прицепление спектрина к мембране и образует такой мембранный цитоскелет этот мембранный цитоскелет примерно такой же как у эритроцита может быть несколько более плотный он сплошную сетку на поверхности образует но эта сетка динамичная она может в принципе менять свою форму может перестраиваться и в отличие от эритроцитов и вот это уже специальная особенность это цитоскелет внутренний непремембранный внутри тромбоцита есть актин этот актин может полимеризоваться может образовывать сети и он очень динамичен его полимеризация может происходить довольно быстро это разветвленная полимеризация актин расползается в разные стороны и образует трехмерную сеть которая формирует форму тромбоцита и кроме того за актин зацеплены молекулы интегринов вот эти вот самые молекулы интегринов как раз через актин и укрепляются образуя такую цельную структуру которую нельзя выдрать из ну не очень легко выдрать из состава тромбоцита ну естественно молекулы актина взаимодействуют с молекулами спектрина образуют такую единую систему кроме этого в тромбоците есть микротрубочки полимера о которых мы с вами будем говорить несколько позже которые играют колоссальную роль в делении клеток и эти микротрубочки образуют в покоящемся тромбоците такое кольцо идущее по периферии этого диска и это кольцо по-видимому растягивает тромбоцит не давая ему быть сферой а превращая его в такой диск вот так в электронный микроскоп выглядит этот внутренний скелет тромбоцит мы видим что это довольно плотное образование занимающее большую часть внутри тромбоцитарного объема но помимо этого в тромбоците есть еще куча других вещей вот электронная микрофотография тромбоцита на которой выделено что есть тромбоците митохондрии как понятно этой клетке нужно довольно много довольно много энергии и есть гранулы двух типов есть плотные гранулы вот они здесь как бы более темные есть альфа гранулы которые посветлее и помельче и кроме этого есть еще гликоген большие запасы для производства энергии и очень большая и развитая система внутренних трубочек значит это самая плотная тубулярная система которая практически заполняет весь тромбоцит вот если мы сейчас посмотрим на реконструкцию этой системы вот на рисунке Б показано именно эта самая система это множество таких полых образований то есть это что-то похожее на аппарат больше на эндоплазматический ретикулум и собственно говоря часть этого хозяйства и является эндоплазматическим ретикулум а часть этого пространства это такая каналикулярная система слова такие что язык сломаешь которая образует как бы внутреннее впячивание мембраны эритроцита это каналикулярная система открыта наружу это такие длинные выросты внешние мембраны внутрь клетки и при активации которую мы видели когда образуется множество вот этих разных выпячиваний выростов для всего для этого клетки нужно иметь огромный избыток площади и где этот избыток площади хранить вот он хранится в виде каналикулярной системы когда эритроцит начинает образовывать все эти выпячивания наружные эта система распрямляется и увеличивает площадь доступную для модификации и уходит наружу ну вот здесь разными цветами покрашены разные гранулки альфа гранулы покрашены желтым мы видим их довольно много где-то порядка 50 штук на каждый тромбоцит плотные гранулы покрашены на черном их гораздо меньше о них мы много будем еще говорить голубым покрашены митохондрии ну и мы видим что весь тромбоцит довольно плотно нашпигован самого разного рода структурами которые что-то делают гранулы альфа гранулы и плотные гранулы это такие хранилища в которых находятся разные вещества необходимые при активации эти вещества выбрасываются наружу при активации происходит выброс гранул и альфа гранулы и плотные гранулы выбрасывают свое содержимое наружу а что такое содержимое этих гранул мы еще с вами об этом поговорим начнем с альфа гранул я не буду читать весь этот текст я его вставил в презентацию для того чтобы при подготовке можно было поподробнее посмотреть что там внутри есть вот эти альфа гранулы содержат в себе множество разных белков участвующих свертывания это и дополнительные интегрины множество разных семейств альфа 2b альфа 6 бета 3 и так далее это множество рецепторов дополнительных которые появляются на поверхности эритроцитов это множество белков которые имеют отношение к плазменному звену свертывания в частности там есть фибриноген там есть пятый фактор десятый фактор и вот это все хозяйство выбрасывается из этих гранул наружу а гранулы сами по себе наружу не выбрасываются это не то что вот пузырек отпочковывается от тромбоцита и уходит в свободное плавание нет эти гранулки встраиваются в мембрану они сливаются с мембраной и как бы выворачиваются внутренняя поверхность мембраны становится частью внешней поверхности мембраны визикулы становится частью внешней поверхности мембраны клетки а содержимое вываливается наружу естественно оказывается снаружи тем самым это тоже увеличивает площадь поверхности эритроцита и приводит к выбросу множества разных веществ, и все это потом приводит в конечном итоге к стабильной адгезии тромбоцитов на поверхности повреждения, образуется тромб. Мы уже с вами несколько раз говорили об этих рецепторах, которые активируются, которых нет исходно, но они активируются и усиливают связывание как с коллагеном, с фактором вилебранта и с структурами, которые находятся в области повреждения, так и взаимодействие разных тромбоцитов друг с другом при активации. Ну а вот эти самые интегрины, которые активируются изнутри внутренними сигналами, вызывающими изменения цитоскелета, и в первую очередь этих самых интегринов. Если исходный интегрин в своей внешней, вне клеточной части находится в таком компактном, свернутом состоянии, то после активации, когда его изнутри дернут за некоторую веревочку, он как триггер срабатывает и распрямляется, и образует вот такую вот сложную, торчащую на поверхности молекулу. Эти молекулы способны связываться друг с другом, образуя довольно прочные связи между клетками. И вот, как я уже говорил, интегрин довольно легко можно было бы выдрать из мембраны, но этого не происходит благодаря тому, что целый ряд белков, которые здесь вот нарисованы, они обеспечивают взаимодействие рецепторов с цитоскелетом. И это взаимодействие резко усиливается при активации этих самых интегринов, и особенно при взаимодействии интегринов с какими-то внешними леганами, ну, например, с другими интегринами. И в этом деле участвует целый ряд белков, белков, которые вот здесь вот нарисованы. Это талин, белок, который образует довольно длинные цепочки в клетке, длинные протяженные нити талина, вот они здесь вот показаны внизу, такой длинной цепочкой, и насквозь пронизывают всю клетку. Это еще куча разных белков, типа киндлина и множество других белков, о которых мы сейчас говорить не будем. В общем, важно то, что эта система предпринимает меры к тому, чтобы внутренние связи в молекуле были достаточно прочными, чтобы не оторвался этот самый интегрин или место связывания с другими клетками, из-за того, что мембрана сама по себе вещь слабая, которую можно достаточно легко порвать или выдрать из нее кусок липида. Вот для того, чтобы эти липиды не очень были важны, образуется такая сложная внутренняя сеть. И попутно с этим образование этих связей приводит к тому, что внутрь происходит, переходит сигнал. Активация интегринов тоже вызывает какие-то внутренние процессы. В общем, с этой клеткой за что ни возьмись, везде обязательно сталкиваешься с какой-то активацией. Ну, на этом давайте мы сейчас остановимся, устроим небольшой перерыв. Минут через 10-15 продолжим. А можно задать вопросы, пока тема… Мы не отошли от темы. Да, спасибо большое. А вот при секреции гранул на поверхность тромбоцита, можно ли сказать, что именно отчасти поэтому он меняет форму? Он же увеличивается в размерах, точнее, площадь поверхности мембраны увеличивается, когда секретируют гранулы. Можно ли сказать, что при этом его форма меняется отчасти? И вот это как-то связано с тем, как он сильно появляется в псевдоподии и прочее? Мы об этом поговорим. Само образование псевдоподии и сильное изменение формы связано немножко с другими процессами, о которых мы будем сейчас говорить в следующей лекции, буквально прямо скоро. А изменение площади поверхности мембраны, да, действительно происходит, в том числе и из-за выброса визикул. Визикулы выбрасывают свое содержимое, а их липидная часть становится частью мембраны, увеличивая ее площадь. И второй механизм – это вытягивание этих самых каналикулярных каналов, которые и есть просто впячивание мембраны внутрь, и они как бы расправляются и тоже довольно резко увеличивают площадь тромбоцита. В общей сложности площадь тромбоцита при активации возрастает больше, чем в два раза. Мы об этом еще чуть-чуть поговорим позже. И еще один такой вопрос. Когда у нас рушится, ну точнее так, повреждается эндотелиальный слой сосуда, у нас там сажаются факты Вилебрана, и, соответственно, начинается происходить зацепление тромбоцитов. В общем, а что если у нас рушится еще и слой коллагена, то есть если у нас просто протыкается, грубо говоря, стенка сосуда, то есть там дырка, по сути, это меняет? Ну, коллаген-то везде есть. Он не только при мембранном слое, не только при эндотелиальном слое. Он пронизывает насквозь всю ткань стенки. И поэтому, когда появляется дырка, эта дырка тоже на своей поверхности везде имеет коллаген. И везде могут прилипать тромбоциты, и везде могут закрывать это место повреждения. Но, конечно, есть разница, появилась ли в сосуде дырка, через которую течет кровь и выходит эта кровь наружу, или кровь течет по сосуду, а дырки нет. Это приводит к немножко разным механизмам, но, по сути-то, в общем, и там, и там происходят все те же самые процессы, о которых мы сейчас будем продолжать говорить дальше. Поняла. Спасибо большое. Пока.